Сегодня на базе Центра детского творчества состоялось открытие третьей смены лагеря труда и отдыха. Всего за эту последнюю сезон смену провести с пользой свободное время и заработать не только на карманные расходы смогут 45 ребят в возрасте от 14 до 18 лет. Светлана Кейль расскажет, как и где трудятся подростки. Лиза Колоднянская и Лена Карымова – школьные подруги. Вместе учатся, вместе проводят свободное время. Найти себе работу на лето подростки решили тоже вместе. Сегодня у девочек уже третий рабочий день. Попробовать себя решили в должности юных помощников, воспитателя пришкольного лагеря. Труд оказался не из легких, признались они. Но и простых путей школьницы не искали. Трудно находить общий язык с детьми, но все-таки получается. Трудно то, что их много. Сложно бывает, но не так часто. Для Елены работа и общение с детьми – это прекрасный опыт, который пригодится ей в будущем. В этом году она поступила в педагогический колледж. А вот для ее подруги Лизы 1 сентября прозвенит школьный звонок. Она еще ученица. А потому деньги, которые заработает за этот месяц, помогут ей закупить все необходимое к предстоящей учебе. Одежда, тетрадки, все такое. На что останется, оставлю себе на что-то, на личные расходы. Максим Евдокимов трудится на благо родной первой школы. В обязанности юноши входят подсобные работы. Это уборка территории и уход за цветочными клумбами. За этот месяц он так же, как и девочки, заработает 11 тысяч рублей. Эти деньги позволят воплотить в жизнь мечту детства. В конце лета Максим планирует приобрести скутер. А вот желание школьника быть полезным обществу осталось без понимания его товарищей и друзей. А я их заставлял. Они сами не захотели. А почему? Что они говорили? Говорили скучно, нудно все это. Говорили, что лучше будет дома сидеть, бегать, гулять. Ну а ты что можешь сказать? Допустим, проработав уже три дня, сколько ты считаешь, скучно, нудно и бесполезно. Да, ну мне начинает нравиться. За моё с будущим привыкну к подсрочно какую-нибудь хорошую работу. Буду там помогать всем делать что-нибудь. В общем, я люблю помогать что-нибудь. Третья трудовая смена дала место под солнцем 45 лабытнанским подросткам. За этот месяц ребята пройдут курс трудотерапии по трем профильным направлениям. Помощник воспитателя, подсобный рабочий и делопроизводитель. Свои силы и энергию мальчишки и девчонки направят на работу в 13 объектах сферы образования. Трудовые будни детей будут разбавлены спортивными состязаниями, экскурсиями и полезными встречами с представителями городских служб. Могу смело заявить, что 137 подростков в летний сезон 2013 года. Мы помогли. Мы обеспечили не только их трудоустройство, что будет и материальной помощью семье. Но эти дети научились ещё ценить труд. Как показывает опыт прошлых лет, школьники востребованы на лабытнанском рынке труда, а их труд приносит пользу. За смену подростки заработают не только деньги, но и получат бесценный опыт, который им пригодится во взрослой жизни. Светлана Келькирилл-Сементьев, программа «Время местное». Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...